Здравствуйте! Тут такие новости, две новости весьма интересные, я вот в попыхах все-таки хотел вам их озвучить буквально с того места, откуда я никогда этого не делал, ну вот срочность берет свое. Первое, естественно, это, вот я вам сейчас тут зачитаю, это по поводу резолюции Франции в отношении Азербайджана, и парламент Азербайджана уже ответил на эту резолюцию из восьми пунктов. Такие вот ответы, и как мне кажется, они весьма такие анекдотичные. Давайте я их зачитаю, эти восемь пунктов, и прокомментирую. Первый пункт. Не допускать правительство Франции к участию в инициативах, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. То есть, вот шапка горит на ворах, да, как говорится, люди эти сами компрометируют, сами начинают боевые действия, а затем уже ставят такие вот ультиматумы, якобы они пытаются сейчас нормализовать отношения с Арменией, и им кто-то мешает. Ну, такие глупости, конечно, такими глупостями уже никого не удивишь, и такие глупости не работают, и тем более Франция на эту туфту понятное дело, что не клюнет. Ну, надо же как-то составить эти восемь пунктов. Следующие пункты, они также в анекдотичной форме описаны. Пункт второй. Заморозить любые активы официальных лиц Франции в Азербайджане в случае их обнаружения. Послушайте, вы там в Азербайджане вообще, наверное, щенара уже рухнули. Далее. Какие активы? Это ваши активы нужно заморозить во Франции, ваши бизнесмены гуляют по западу и свои активы оставляют во всех практически западных странах, на их Персидском заливе, ну и так далее. Какие активы французов в Азербайджане вообще могут быть? Нашли чем пугать. Далее. Третий пункт. Не допускать участия французских компаний ни в одном проекте, реализуемом по заказу Азербайджана. Ну так вы же сами заказываете. Не будете заказывать и не будет никаких французских компаний в этом проекте. Это нормально. Вы чем пугаетесь-то тут? Непонятно. Заказывайте, французы приезжают и реализовывают свои проекты. Не будете заказывать, соответственно, и не будет ни французов, ни проектов. Так это же на вашей территории производится и реализуются все эти французские проекты. Я думаю, что Франция ничего не потеряет. Ну подумаешь, ну может быть какие-то деньги потеряет, но зато вернет других странах, более нормальных. Вообще в таких диктаторских странах или авторитарных режимах сложно что-либо реализовывать. Но если уж реализует кто-то, хоть будьте благодарны им. Четвертый пункт. Пересмотреть сотрудничество французских компаний с азербайджанской стороной в сфере энергетики. Ну это вообще смешно, учитывая, что это сфера энергетики. А я так понимаю, речь идет о газе, который был недавно подписан между Алиевым и Урсулой Фондерляй. Ну там менее 1%. Опять же, ни Франция, ни Европа ничего не потеряют, учитывая, что даже этот 1% это не столько азербайджанский газ, сколько российский газ, который через территорию Азербайджана будет дальше экспортироваться в Европу. Тут тоже как бы дураков нет. Шестой пункт, или нет, это пятый пункт. Пересмотреть существующие экономические отношения с Францией. Ну, я вот заглянул, оказалось, что эти экономические отношения Азербайджана и Франции всего лишь на 85 миллионов долларов в год. Это товарооборот. Неужели вы думаете, что этот мизерный товарооборот на 85 миллионов долларов в год как-то повлияет на Францию, чтобы они пересмотрели свое отношение к Армении или к Арцарскому вопросу, учитывая, что многие страны имеют товарооборот в миллиардах. Так что ваши эти 85 миллионов особо-то погоду и не устроят. Шестой пункт. Поднять вопросы, связанные с колониальной политикой Франции и ее военными преступлениями против человечества. То есть, представляете, да? Слушайте, военные преступления против человечества поднимать нужно по отношению к Турции. Вот это военное преступление. Вы же там что хотите с Францией-то поднять? Ее колониальное прошлое, там, может быть, в Алжире. Вы об этом, что ли? Ну, так давайте поднимем тогда колониальное прошлое и Великобритании, и Испании, и Португалии. Колониальное прошлое той же Османской империи. Колониальное прошлое, может быть, Парфянского царства. И так мы уйдем вглубь туда дальше. Так что ваша эта туфта, опять же, не сработает. Седьмой пункт, ну, седьмой и восьмой пункты, это вообще отпад. Это говорит опять о том, что мы с Тамарой ходим парой, как я всегда говорю, в отношениях Азербайджана с Турцией. То есть, без Турции этот милоэт под названием Азербайджан дырка от бублика. И здесь мы снова переходим на ура, помогите, нам очень плохо, армяне нападают. Внимание, седьмой пункт, внести вопрос о политике исламофобии Франции в повестку дня в рамках организации исламского сотрудничества. То есть, они хотят еще и настучать, ну, как бы это им привычно, настучать исламским странам, что, видите ли, из-за такой политики Франция исламофобское государство. Это Франция, где, я, например, бывал несколько раз во Франции, я там больше мусульман видел, чем тех же французов. Французов можно увидеть где-то, наверное, в населениях, которые работают в огородах, да. Ну, и каждый из вас, кто бывал в Франции, видно, сколько там мусульман и как эти мусульмане вполне успешно живут. А сколько Франция приняла у себя тех же мусульман из Сирии, Афганистана, Ирака, Северной Африки, политика колониальная, это по вопросу о том самом пункте предыдущем, в котором я говорил, да, из Марокко, Алжира, Мавритании и других стран. Они все во Франции живут и живут достаточно хорошо, если они, конечно, работают, они пинают кое-что, балду, как говорится. Так что я не знаю, кому вы там собираетесь нажаловаться, учитывая, что среди этих самых государств исламского сотрудничества достаточно много франкофонов. И вряд ли вам кто-то вообще поверит и клюнет на эту туфту. Да и какое вы имеете отношение вообще к мусульманским государствам? Ваши женщины входят декольте, ханунки ваши не надевают ни паранжу, ни бурку, ничего подобного. И ваше государство, как вы сами же говорите, светского образца. Так при чем тут ваше это исламское сотрудничество? Вы, ваши ханунки надевают только бурку или паранжу, когда едут на хадж в метку. Вот, например, семейство Алиевых. А так вы вполне голенькими себя прекрасно чувствуете. Так что стучать, конечно, вы можете, но вряд ли кто-то купится. И последний, восьмой пункт, почти такой же, внести вопрос о политике тюркофобии Франции в повестку дня в рамках организации уже тюркских государств. Ну, это то же самое, что и по исламофобии. Просто здесь Азербайджан хочет воспользоваться, что они мусульмане, ну, этнические, как бы сказать, мусульмане. Да, хотя это выражение не актив. Но, тем не менее, большинство это все-таки мусульмане, и нужно нажаловаться мусульманам, какие французы плохие, как раньше они жаловались на армян. И заодно, так как они тюрки, нажаловаться тюркам, какие, значит, французы или те же армяне тюркофобы. Ведь ничего плохого нельзя сказать против какого-либо азербайджанца или политического деятеля азербайджанского. А уж если об Алире говоришь, то уже потенциальный исламофоб и, значит, тюркофоб. Вот такие вот они эталонные мусульмане и тюрки. Это по поводу новости о резолюции. Теперь я бы хотел перейти к другой новости, которая наверняка обрадует всех тех, кто ежегодно пользуется моим календарем вокруг Света Армянского. И хочу, значит, сказать, что вышел очередной номер вокруг Света Армянского за 2023 год. И вы можете уже начать прямо сейчас его заказывать себе, близким, может, на новогодние праздники, пока это все есть и так далее. И, учитывая ваши пожелания, хочу сказать, что номер за 2023 год будет повтором самого первого номера, которого у многих из вас, к сожалению, нет, потому что он вышел малым тиражом. И вот я откликнулся на эти пожелания и выпустил на 2023 год аккуратно те самые тексты, которые вышли в 2019 году в самом, скажем так, первом номере, только видоизмененном немного формате. Почему видоизмененном, я вам тоже скажу. Дело в том, что настоящее время очень сложное для всех нас, и мир находится буквально на грани Третьей мировой войны, если, конечно, она уже не идет. И все нам остается только молиться о том, чтобы самый мрачный сценарий для нашей Армении не воплотился. И наши дипломаты, и вообще мировые дипломаты и политики смогли бы предотвратить эту самую Третью мировую войну, и чтобы не дошло до ядерного конфликта. Это, конечно, на плечи дипломатов и политиков возложится очень большая задача. И как это неоднократно случалось в истории армянского государства и его народа, когда в мире случаются какие-то крупные катаклизмы и перевороты, все время страдает Армения и армянский народ. Так было и в Первую мировую войну, так было и во Второй мировой войне, так и сейчас я бы уже это назвал Третьей мировой войной. Увы, и на долю нашего народа всегда выпадало множество испытаний и страшные влияния в мировых масштабах. И сейчас тоже это не исключение. На наших глазах погибли могущественные империи, зарождались новые, исчезали одни страны, возникали другие страны. Но мы были свидетелями рождения распада очень многих империй. И Армения вне всяких сомнений хранима Господом. И ее враги, кто ей угрожает, обманывает, изменяет, всегда тоже потом страдает. Будьте в этом уверены. Но мы, надеясь на Бога, тоже сами не должны плашать. Я выпустил этот календарь на 2023 год тоже из своих собственных соображений. И хотелось бы, чтобы это было моим скромным таким вкладом в общее наше дело. И все эти доходы, которые принесут, которые принесет календарь на 2023 год, все до копейки уйдет бойцам нашей армии, нуждающимся нашей армии. Пусть это будет все-таки моей лептой. Ну и хотелось бы, чтобы не было таких вопросов, как в прошлый раз. Вроде бы я все объяснил, как это делать. Потом меня ищут, спрашивают, как заказать. Все под этим вот выпуском. Загляните вот под этот выпуск, под этот экран. Там есть, значит, ссылочка, куда перейти, чтобы заказать этот календарь. Посмотрите на эту ссылочку. Входите туда, там есть что заполнить. Прикрепляете, заполняете, прикрепляете, значит, чек об оплате календаря и отсылаете, значит, далее. Если у вас какие-то есть вопросы, а вопросы, я уверен, будут, особенно кто приобретает этот календарь из-за рубежа, сейчас сложнее перевезти деньги в Россию. И если вы собираетесь приобрести календарь, то можете написать на электронную почту, значит, электронный адрес будет, и мы с вами решим, как вам быть. Ну, гражданам России, в принципе, или тем, кто проживает на территории России, проблем таких не должно быть. Также имеется номер банковской карточки Сбербанка и действия такие, которые я сейчас описал. Прошу быть очень внимательным. Фамилия, имя, отчество не ник ваш, там типа Монте Мелконян и так далее, да, Гарегин Жне и прочее. Ваше имя, фамилия, можно без отчества, но чтобы это было ваше, потому что вам высылают. Если будет не ваше имя, вам просто не вручат. Да? Далее, индекс обязательно, почтовый индекс нужен. Ну и адрес. Внимательно обратите внимание на адрес, чтобы он у вас был. Город, улица или проспект, дом и квартира, если таковая имеется. Все это очень нужно для того, чтобы вам можно было посылочку эту доставить. Ничего не изменилось. Это продолжение будет календаря на каждый день, небольшие тексты, что случилось в тот или иной день на весь год в истории мирового армянства, в истории Армении. Итак, жду ваши заказы. Я уже сказал, как это делать, повторяться не буду. Ну и до новых встреч в эфире. Скоро я с вами снова свяжусь, уже, надеюсь, из студии. А то меня вот все таскает из одной стороны в другую, и мне приходится экстренно включаться то в одном месте, то в другом месте. Ну и все. До следующих встреч в эфире. До свидания.